Виталий, приветствую тебя в новой неделе. Мы с тобой по традиции прям открываем пятидневку. Собственно, сегодня на своем брифинге я уже сказал, что неделя обещает быть интересной, потому что у нас и заседание Банк Англии с фунтом. Я надеюсь, удастся окончательно разобраться. Плюс ко всему еще очень много статистики по штатам, тем более, что в пятницу non-farm peril, мне кажется, самое лучшее сейчас доказательство и индикатор того, как американская экономика справляется с последствиями пандемии коронавирусной инфекции. Ну что, сегодня, ты знаешь, мне очень понравился твой вот прошлый запал относительно криптовалют. Я даже записал один ролик, он будет сегодня размещен на нашем канале на YouTube, о перспективах биткоина в преддверии хаудинга. И сегодня, с твоего позволения, я тоже уделю внимание рынку криптовалют и рассмотрю, что может произойти с биткоином. Ну, Виталий, давай тогда, раз уж я начал, перейдем к демонстрации моего рабочего стола и посмотрим, что у нас по идее. Секундочку. Так, демонстрацию включил. Видно. Отлично. Давай тогда начнем с тех рекомендаций, которые я давал в прошлый раз. Это было две сделки на продажу, собственно. Точнее, была сделка на покупку американского индекса. Мы хотели действовать, ну, я рекомендовал действовать с уровня 99-90. Мы вот до него, к сожалению, не дошли, а может быть даже и к счастью, потому что после того, как приблизились, в принципе, к этой отметке, дали очень сильную коррекцию вниз. Но, опять же, я думаю, что это временное явление. Я уверен в том, что американская валюта еще подрастет. И лично для себя поставил такую отправную точку для роста, предстоящий отчет по Non-Farm Parals. Потому что очень много было статистики по Штатам в последнее время. Мы проанализировали буквально все сектора, но почему-то доллар пока что не укрепился. Возможно, слабость индекса американской валюты была следствием от постоянного заливания со стороны правительства, со стороны Федрезерва экономики ликвидностью. Но вот я хочу отметить, что в пятницу главный советник Белого дома Ларри Кудлоу сделал конкретное заявление того, что на текущем этапе, на ближайшие 20-30 дней, ФРС и правительство США возьмут паузу в этих двух мерах экономического стимулирования. То есть, если соотнести прошлую слабость доллара с вливанием в экономику беспрецедентных объемов ликвидности, то сейчас можно сказать, что крайники закрыты. И в данном случае на доллар, наверное, ничто не будет оказывать давление. А вот его защитные свойства в случае повторного выхода слабых данных и тем более со стороны американского рынка труда могут, наоборот, привести к тому, чтобы индекс американского доллара укрепился. Поэтому я рекомендую держать прежнюю отложку 99.90. Покупать в случае теста и ориентироваться на те целевые ориентиры, которые я ранее давал. Я думаю, что доллар все-таки упрощит свои позиции. Что касается нефти, ну, я, наверное, нефтянку комментировать не буду, потому что я давал рекомендацию касательно того, что мы зашли в короткую позицию, будем держать до экспирации вот июньского фьючерса. Экспирация произойдет 20 июля. И вот сейчас перейти уже лучше и уместнее, наверное, на те идеи, которые есть сегодня. Наверняка все заметили, друзья, то, что вот после того, как пара фунт-доллар протестировала почти уровень 1.2650, развилась очень мощная коррекция. Она, в принципе, продолжается. Я рекомендую в качестве уровня, с которого можно продать, это отложка sell limit с отметки 1.2490. То есть, в принципе, вот часовая свеча, которую ты сейчас видишь, я был и полон энтузиазма, скажем, что мы доберемся в ходе следующей свечи уже до этого уровня, а тут уже можно будет продавать. Ну, вот сейчас опять идет коррекция. Я надеюсь, что, опять же, последует выкуп, и мы вернемся к уровню 1.2490, и там уже будем ждать более нисходящий уровень. Цель – это 1.20, как и раньше, в качестве стоп-воз 1.2560. Повторюсь, сделка sell limit с уровня 1.2490. Я уверен, что фунт будет под давлением, потому что у нас в пятницу слабость промышленного сектора, мы получили рекордные показатели снижения, а спад – это все отголоски влияния тоже пандемии на английскую экономику. Завтра, кстати, выйдет сфера услуг, которая берет на себя больше 80% экономического роста. Я жду там тоже очень слабые цифры. В четверг, как все знают, исходя из содержания экономического календаря, будет заседание британского регулятора. Я думаю, что мы с тобой ближе к четвергу в ходе нашей встречи еще, наверное, поговорим о перспективе фунта. Но я рассчитываю, что Банк Англии может анонсировать новые меры стимулирования. Короче, то, что сейчас идет снижение фунта, это нормальная, правильная реакция, которая последовала с довольно продолжительным временным лагом. И я надеюсь, что сейчас продавцы все-таки отстоят свои позиции и вернут пару на фунт-доллар к отметке 1.20. И не стоит также забывать о фунту еще негатив по Брэкзиту. В пятницу главный переговорщик АТС Мишель Бранье сообщил о том, что страны Англии и ЕС в тупик. Это тоже было прогнозируемо и ожидаемо. Ну и что касается второй идеи, это биткоин, который сейчас в плане новостей чуть ли не главный герой по мере приближения халвинга. По-моему, если в курсе, может меня поправить, на 12 мая он назначен, я даже могу точно сказать сейчас. Следующий вторник, по-моему, так. Соответственно, в преддверии халвинга все рассчитывают на ралли. Ралли биткоина мы видели. Биткоин очень лихо стал укрепляться буквально с конца прошлого месяца. Я думаю, что это еще не предел. Я предлагаю сделку buy-limits уровня 8550, а стоп-лосс можно поставить на отметку 8150. А ждать take-profit в районе, даже здесь не буду скроллить далеко, в районе 12,5 тысяч. Вот здесь линия уже есть. Почему я уверен, что халвинг поможет? Я опираюсь на историю и опыт последних халвингов. В 2012 и в 2016 году это было. Кстати говоря, после первого халвинга курс биткоина вырос в 480 раз за полтора года последующих. После второго халвинга, который прошел в 2016 году, курс биткоина вырос в 28,5 раз тоже за полтора года. И знаешь, какой логики я придерживаюсь? Я, собственно, разделил 402 на 28,5, Видно, у меня получилась цифра 14,1. И если допустить, что в ходе следующего халвинга, который состоится в авторник, темпы последующего роста в ходе полутора лет будут сопоставимы, то, соответственно, мы можем прогнозировать, что у биткоина появится очень хорошая возможность вырасти в два раза. Ну, это, разумеется, на долгосрок, опять же, на ближайший год-полтора. Нам сейчас нужно ориентировать поближе. Поэтому я все-таки сейчас в качестве ближайшей цели предлагаю цепляться за десятку, 10 тысяч, а экстра цель – это 12,5 тысяч за, собственно, один биткоин. И уверен, что схожая динамика будет характерна и для альткоинов, потому что они, в принципе, с биткоином двигаются в связке. Что касается моих, Италий, Виталий, тебе передаю слово тогда. Спасибо. Видно демонстрацию экрана? Да. Так, приветствую еще раз Артем, приветствую всех, кто нас будет смотреть. Кто будет писать комментарии с вопросами, на которые я отвечаю в 95% случаев. Итак, давайте пройдемся по тем идеям, которые я давал в прошлый раз, что отработалось, что нет, и дам новые идеи. Итак, начнем с биткоин кэш. Давал я покупочку в прошлую среду. Мы встречались. Это было вот здесь по... Так, нет, нет. Так, это у нас... Да, где-то 247, 248. Вот около 10 утра мы здесь торговались. Я давал покупочку с целью... Так, с целью 279. То есть вот она. То есть уровень, давайте вот этот уберу. Вот это был стоп у меня. То есть вот так три линии. То есть средняя линия 248 – это покупка. С целью 279 мы отработали ее на 90%. Я говорил закрываться частями, если рынок будет расти. В принципе, у меня тоже профит, кстати, стоял вот здесь на максимумах, там по 278. Я, не дожидая, закрыл всю позицию полностью. В принципе, очень удачно, потому что пошел дальше откат очень сильный, и дальше, видим, цену задавили вниз. То есть, в принципе, считаю идею, отработанной на 100%. Дальше. Также у меня была идея еще по доллар-франку. Кстати, лимитка была на сел. Так, 0.9750. Со стопом за вот эти максимумы. То есть я ставил вот сюда. Стоп чуть побольше был, чтобы, скажем, избежать каких-то шпилек. Там была у нас среда. Это Монфарм, ЕЦБ четверг. И, в принципе, без каких-то выносов. Рынок очень красиво. То есть мы торговали в среду утром. Вот здесь я давал рекомендацию с лимитом. Его зацепили через несколько часов. Еще вечером еще поглубже сделали коррекцию. И за два дня сделали цели, которые я ожидал. Это, скажем, вот в этот район 0.96. Я ставил. В принципе, на 100% отработали цели. Также я давал хедж. Скажем, такая дополнительная рекомендация. Шорт франк, получается, и шорт евро-доллар. Здесь получился стоп небольшой. То есть в этом диапазоне где-то примерно 0.850-60. Со стопом вот за этот максимум его, скажем, вынесли вот на этих новостях. Я, кстати, сам шортил франк и шортил евро как хедж. И вот очень сильно повезло. Здесь не добили стоп. Я ставил стопы под 0.895. 0.899 я советовал ставить. И когда цена уходила вот здесь в моменте вниз, я успел перевести без убыток и там часть скинуть, скажем. Но считаю, что идея не отработалась. И по евро ошибся. Я думаю, скажем, в чем ошибка была в связи с этим, скажем, пандемией. И, скажем, не было полной концентрации вот на этом рынке. Дальше, что у меня еще было. Давал рекомендации о, скажем, ну, такие комментарии. Не рекомендации, а комментарии о покупке нефти. У меня, кстати, мои ученики, клиенты покупали здесь нефть. В принципе, неплохо заработали. Сидят еще в нефти. Часть позакрывали. То есть вот у нас среда. Мы торговались где-то в диапазоне 23 с копейками. То есть, в принципе, мы очень хорошо отросли. Более там 200 пунктов, почти 300 к сильным достаточно уровням. В район 27. И, в принципе, лайт аналогично. Тоже, в принципе, отросла. Здесь был, я помню, говорил о июньских контрактах. Там мы торговались около 10 долларов. Здесь другие цены, но, в принципе, уровни те же самые. Вот этот уровень достаточно интересный. Мы здесь в вторник-среду болтались. Видно, что здесь присутствовал покупатель. Импульсы такие рисуются локальные. И, в принципе, хорошо отросли. Что на сегодня? Кстати, такой вопрос. Поэтому халвинг, или как он называется, по биткоину. Вот нету такого ощущения, что, допустим, вот ты приводил примеры, что там, ну, раньше там два было халвинга, или сколько их было. Я за этим сильно не вникаю, не слежу. Так как эти халвинги, они происходили вот на этом таком, скажем, на бычьем рынке, когда все приходили на рынок, был такой психоз по поводу вот этих криптовалют. Это все росло-росло. А сейчас, допустим, вот этот халвинг, о нем уже известно было там за, ну, уже раньше, да? Вот, допустим, эти даты, они известны, вот, я не буду говорить точно за сколько там, или за месяц, или за полгода, но кто-то о них точно знает. Или кто-то о них объявил. Каждые четыре года проводится. А, ровно, ровно каждые четыре года, да? Ну, то есть здесь они приближались к этому халвину. Это, скажем, как теория. Здесь всех повыносили, дальше, скажем, вот этот рост, который был за последние два месяца, эту новость уже отработали как вариант, и сейчас все будут, скажем, покупать этот биткоин, хотя они исключают уже роста. Сейчас пока по рынку вне рынка нахожусь, и будут всех заносить снова шаркистов, потому что рынок уже, скажем, он, мне кажется, рынок криптовалют, он уже больше стабилизировался, ну, как, допустим, он торгуется аналогично, как нефть, там, как евро, как золото, нет уже таких этих выстрелов вертикальных, скажем, там, в космосе и так далее. Чтобы не было здесь, что будут, допустим, под новость загнали всех, и будут в обратную сторону, так скажем, как теории заговора. Посмотрим, достаточно интересная идея в лонг, будем наблюдать. Мы, кстати, на выходных с ребятами здесь рассматривали шарты по инструменту, он немножко падает, но в глобальном формате посмотрим, может, и будет рост. По поводу идей на сегодня, честно, рынок, все движения, все накопления он отстрелял, и ночью даже уже куда-то сходил, поэтому будем надеяться, будем смотреть то, что есть. Скажем так, был на вариант лонг золото или шорт йены, выбираю пока шорт йены, ну, эта идея достаточно такая тяжелая, можем как стекущих шортить, ну, давайте получше цены будем брать. Sell limit 106.90, со стопом, скажем, так, это получится сюда, сюда. Конечно, хотелось бы побольше стоп спрятать, ну, давайте на случай, если здесь будет лонг, стоп спрячем где-то в район 107.20, и падение, скажем, здесь такое космическое пусть будет. До следующей среды что у нас будет? Я думаю, что здесь, по идее, должен быть сильный овал, ну, здесь оно в пунктах, там, пунктов можно брать, там, до этих минимумов, там, пунктов 50, дальше 100, 150, скажем, ну, до среды встретимся, там можно уже частями фиксировать. То есть пока я здесь рассматриваю возможность варианта шорта, потому что достаточно неплохо 30 апреля откупили, но снова подзадавили цену, и, как мне кажется, здесь будет дальнейшее падение по данному инструменту. Поэтому поставил стоп небольшой, хотел побольше поставить, но не исключаю варианты лонга, и поэтому, если я ошибаюсь, пусть будет маленький стоп. Дальше смотрел, допустим, нефть марки Brent и Light. Допустим, Light, интересно, вот это у нас контракт, получается, июльский, а вот июньский контракт, только что смотрел на бирже семье, получается, он торгуется выше вот этого уровня, получается, по тем ценам, которые там июньский контракт. И такое ощущение, что дальше по нефте будем расти, как Light и Brent, поэтому могу дать, давайте здесь, марки Brent по текущим лонг, это у нас, получается, 26 со стопом. Ну, так как нефть у нас волатильная, давайте за минимум этого, это у нас, получается, четверга, да, то есть, получается, 24.50. Риски берем не больше 1%, потому что стоп большой, ну, в связи с волатильностью, скажем, приходится такие стопы ставить. Ну, и рост у нас в район 28 и 30. И еще по поводу евро-доллара, пока идей нет. Пока эти две идеи, шорт-доллар-иена и лонг нефтемарки Brent оставим, и ближе там к среде будем смотреть на какие-то новые идеи. Все, понял тебя, Виталий. Благодарю тебя за идеи, благодарю за включение вместе со мной. Давай тогда следите за рынком, увидимся с тобой в среду, будем подводить итоги, ну, и смотреть снова на то, что сложится на площадках. Всем спасибо за внимание, друзья. Всего доброго. До свидания, Виталий, пока. Пока, до свидания.